Вот если тут применять учение Станиславского о сверхзадаче, возникает любопытная мысль. Преступник идет по пути наибольшего сопротивления. А почему? Вот раскрыв его сверхзадачу, мы поймаем преступника. Слушайтесь в эту музыку. Есть важный вопрос, который я всегда отстаиваю. Гражданский брак нужно ввести в семейный кодекс, на мой взгляд, на звание. Брак может быть только один, и никакого другого быть не может. А если вы сожительствуете, то это ваше право, но потом тогда женщина, прежде всего, должна думать, как она потом будет отношения с ним выстраивать. Он ведь не обещает. Хотя сейчас и женщины, бывает, бросают мужчин. Лексика, достойная господина Черномырдина. Как это часто бывает втихаря и без всяких документов, которые можно почитать. Но в настоящее время в Госдуме проходят слушания очередные на тему реформы семейного права. На сайте комитета можно посмотреть темы, которые обсуждаются. Снова звучит тема гражданского брака. И судя по тому, какую бессмыслицу несут. Если бы такая фраза была сказана учеником на уроке литературы, то он бы, скорее всего, получил за нее два. Потому что здесь вообще трудно выделить какой-либо смысл. Но когда так говорят, то можно не сомневаться, что от нас что-то скрывают. Хотят замазать тему, чтобы она не выпячивала крупным. Гражданский брак – это то, что население называет гражданским браком. То есть отношения без официального оформления. Это давно интересный лакомый кусок для товарищей из госаппарата, который они хотят зарегулировать. Потому что сейчас это одна из областей, где прячутся люди, которые, так сказать, хотят жить off the grid. Такая маленькая область, где все еще позволено скрываться тем, кто уже все понял про брак и не хочет с ним больше связываться. Их, естественно, не устраивает, что такая лазейка есть. И что сохраняется достаточно сильная экономическая автономия. То есть можно не смешивать режимы собственности. Иметь режим раздельный собственности на имущество. Покупать независимо. Не требуется разрешение на покупку или продажу какого-то имущества. Вообще человек свободен самостоятельно распоряжаться в очень многих вопросах. Им это, конечно, не нравится. Поэтому, что бы они ни говорили этим своим зоповым языком, или вообще тут непонятно какой смысл в этих предложениях иногда скрывается. Смысл в том, что они хотят поставить это под государственный контроль. В этом можно не сомневаться. Они хотят сделать так, чтобы вы, не вступая и ничего не подписывая, тем не менее, вас можно было зарулить и рассматривать вашу ситуацию на основании этого же самого семейного кодекса. Именно это они собираются сделать. И даже если не сделают прямо сейчас, все равно сделают в обозримом будущем. То есть так называемый гражданский брак. В общем, эта опция будет убрана. Поэтому и на данный момент уже небезопасен такой режим. В ближайшее время, скорее всего, он просто будет настолько же опасен, насколько опасен обычный брак. Так что следующий рубеж, на который нужно готовиться и отступать, это гостевые отношения. Надо сказать, что эти товарищи, скорее всего, не остановятся на гражданском браке, потому что люди, в общем, все умные, и через несколько лет в силу инерции мышления и недоинформированности население некоторое время еще будет недопонимать, что разница между так называемым гражданским браком и настоящим гражданским браком, в общем, исчезла. Но как только это станет общеизвестно, а в нашу эпоху для этого много времени не потребуется, будет дальнейшее наступление. Скорее всего, будет законодательное наступление на режимы взаимоотношений, которые еще более отдалены от брака, то есть, например, гостевые браки, может быть, даже какие-то еще более поверхностные отношения. Когда этот пул обманутых вкладчиков исчерпают, а его исчерпают быстро, они, естественно, будут искать следующие аудитории, кого можно еще наколоть и раздеть. Эти люди, несмотря на громкие названия своих комитетов, они не собираются ничего на самом деле чинить в семейной системе, и не собираются ничего возрождать, они будут действовать до упора, упорствовать в своей тупизне, упорствовать в... Хотя, в общем, я, например, не верю в тупизну. Я считаю, что люди, которые все это двигают, они знают, что делают. Я не верю в то, что они просто драки. Я считаю, что у них есть сверхзадача, просто эта сверхзадача... Мы ее не знаем, мы можем о ней только догадываться. Они планомерно и четко идут к своей цели. Чинить сломанную систему брака они не будут. Они будут доламывать ее дальше. Так что будьте осторожны. Во-первых, те, кто сейчас нашел себя, так сказать, в режиме гражданского брака, так называемого гражданского брака, готовьтесь отступать. Вполне возможно, что закон, когда примется, будет иметь и обратную силу. У нас все бывает. А во-вторых, конечно, маловероятно, что если с женщиной есть совместное проживание, то вам удастся спокойно перейти в режим гостевого общения. Но гостевой режим вполне достижим в новых отношениях, которые вы начинаете с нуля. Возможно, об этом пора уже думать. Кто еще не подумал. У меня в ближайших планах есть сделать небольшой информационный выпуск касаемо секс-кукол и секс-роботов. Информации по этой теме пока немного. Но в чем можно не сомневаться, в том, что эти товарищи постараются приложить максимум усилий, чтобы эту тему прижать. То есть не дайте ей развиваться. Это совершенно очевидно. Так что одновременно рассуждая про секс-кукол и роботов, можно сразу думать, а как мы будем, собственно, обходить то, что эти товарищи будут делать. Потому что эта тема явно противоречит их долгосрочным целям. Я смотрю, у известного комитета Госдумы появился достойный продолжатель традиций, который не знает, какой процент женщин бросает мужчин. Я понимаю, что это глаз вопиющего в пустыне, но Тамара Васильевна, может, пока не поздно все-таки сброситься из Госдумы и купить лицензию на фильм «Красная таблеска» и посмотреть его один раз в Госдуме хотя бы. Может быть, два раза, может, со второго раза дойдет. Я как переводчик могу озвучить, если нужно. Титры уже есть, я их сделал. Я могу прийти озвучить для Госдумы, если читать лень то, что там написано. Может, поможет? После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно!